Здарова, друзья! Вот и целое десятилетие подходит к концу, поэтому я думаю, что уже можно подвести его небольшие итоги и составить топ из 10 лучших шутеров на ПК, которые выходили с 2010 по 2020 год. Я уже делал похожее видео не по шутерам, а вообще по играм с 2000 года по 2010. Видос собрал уже почти 200 тысяч просмотров, что конечно же очень хорошо, так что давайте продолжим. Но повторю, что список составлен из прямых победителей церемонии The Game Awards. Это прямой аналог киношного Оскара. Если вашего любимого шутера не будет в списке, это не значит, что я его специально не добавил. Нет, это значит, что на него всем плевать. Он не выиграл ни в одной из представленных номинаций и награду не получил. Ну а теперь я еще раз напомню вам, что подписывайтесь на мой второй канал, ссылочка на который находится в описании. Там я выкладываю разные геймплейные видео. Ну а теперь уже точно погнали. Итак, 2010 год. В этом году вышло действительно много полноценных экшн-шутеров от первого лица. Самым ярким представителем, который не получил награду, но очень ее заслуживал, является Bioshock 2. Но куда более достойной игрой в 2010 году оказался Battlefield Bad Company 2. Я сам пришел во франшизу Battlefield именно с этой части. И с тех самых пор, по сей день, Battlefield это мой любимый мультиплеерный шутер, в который каждый год я наигрываю минимум 1000 часов. 10 лет назад он привлек меня мощным графоном, техникой, авиацией, тотальной зарубой на одной карте с использованием всего вооружения и, конечно же, разрушаемостью. В нем была настолько эпичная и проработанная разрушаемость, что в последующих частях ее даже пришлось понижать. Bad Company 2 произвел в 2010 году настоящую мини-революцию в жанре шутеров и приготовился устроить куда большую и масштабную революцию уже в 2011 году с выходом третьей части. Но, прежде чем мы заговорим уже о следующей игре, давайте определимся с победителем 2010 года. Ведь, несмотря на все то, что я только что рассказал о Battlefield, награду за лучший шутер года получила Call of Duty Black Ops. И она свою награду все же тоже достойно заслужила. Сюжет там был на высшем уровне, ну и сама колда полностью отвечала своим эпичным канонам. Удовольствие от прохождения сюжетки было незабываемо. Поэтому, думаю, колда и получила свою награду. Наступил 2011 год. Все шутеры идут лесом. Ведь и 2011 год стал годом сражения двух титанов. Battlefield 3 и Call of Duty Modern Warfare 3. Именно Battlefield 3 дал на то время самый большой скачок успеха своей франшизе. И вышел на совершенно новый уровень. Его хвалили абсолютно все, ведь помимо своего великолепия, его прямой конкурент Call of Duty в техническом плане тогда отставал от батлы на многие годы. Графон по сравнению с батлой там был просто ужасный. Как раз тогда все начали сравнивать и сопоставлять две эти франшизы и называть их прямыми конкурентами. Особенно третью батлу полюбили в СНГ. Но как ни крути, несмотря на все эти восторги, звание лучшего шутера года снова получила колда. Такая вот суровая и несправедливая реальность. 2012 год. Здесь уже достойных игр было очень много. Spec Ops The Line, Counter-Strike GO, Borderlands 2, Medal of Honor Warfighter, Halo 4, Call of Duty Black Ops 2 и Far Cry 3. Лично я бы в 2012 году однозначно отдал победу в Far Cry 3. А какую игру выбрали бы вы? Пишите об этом в комментариях. Ну а по факту звание лучшего шутера 2012 года получила Borderlands 2. Это тоже в принципе весьма заслуженно, ибо игра тот еще мега шедевр. Я проходил ее вдоль и поперек вместе с друзьями и по части шутера там конечно все на высшем уровне. А от стрельбы в ней ты получаешь просто кучу удовольствия. 2013 год. Metro Last Light, Bioshock Infinite, Far Cry 3 Blood Dragon, Call of Guarres Gunslinger, Payday 2, Arma 3, Shadow Warrior, Battlefield 4, Call of Duty Ghost. Да уж достойных претендентов много. Кому бы отдали лидерство вы? Пишите об этом в комментариях. Я бы например однозначно отдал звание лучшего шутера Battlefield за его богоподобный мультиплеер. Ибо четверка это конечно шикарная игра, которая до сих пор актуальна и востребована. Ну а вот лучший сюжетный шутер однозначно Bioshock Infinite. И это кстати не только мое мнение. Да, награду за лучший шутер 2013 года получил именно он. И я думаю, что он этой наградой на все 100% достоин. 2014 год. Titanfall, Wolfenstein The New Order, Borderlands The Pre-Squel, Call of Duty, Advanced Warfare и Far Cry 4. Ух, очень сложный выбор. Тут у нас и очередная часть потрясающей франшизы Borderlands. Которая по части шутера как всегда богоподобна. И перезапущенный невероятно эпичный и эмоциональный Wolfenstein. Titanfall со своим богоподобным мультиплеером и титанами. Колда в том году тоже показала высшие классы с Кевином Спейси и джетпаками. Но победителем стал все-таки Far Cry 4. Что тоже так-то вполне заслуженно. Ведь четверка взяла все лучшее, что было в тройке и двойке. Объединила, приумножила и получился настоящий шедевр. Я с большой теплотой в душе вспоминаю 4 Far Cry. Это была великолепная игра. 2015 год. В этом году что-то явно пошло не так. И лучшим шутером стал эксклюзивно Wii U. Splatoon. Это если что, вот эта игра. Да, вы прямо сейчас видите ее на экранах. Поэтому давайте сразу пропустим ее. Ведь это даже как-то шутером сложно назвать. И это ведь консольный эксклюзив. А нам нужны брутальные ПК-шутеры. Короче говоря, тут победителя будем определять мы в комментариях. Итак, претенденты. Battlefield Hardline, Halo 5 Guardians, Call of Duty Black Ops 3, Star Wars Battlefront и Rainbow Six Siege. Наверное, если пытаться быть объективным, то звание лучшего шутера должна получить Радуга. Ибо за эти долгие 5 лет шутер не умер, а лишь набрал невероятную ранее популярность. И еще он актуален до сих пор. И продолжает бить какие-то просто невиданные рекорды и высоты. Тогда же в 2015 году он вышел сыроватым. Но все же думаю он уже тогда был достоин. Свой вариант вы можете написать в комментариях. 2016 год. Тут я тоже не совсем согласен с победителем. Ведь в конкурентах у него был Tom Clancy's The Division, Doom, Homefront The Revolution, Shadow Warrior 2, богоподобный Battlefield 1, Titanfall 2 и Call of Duty Infinite Warfare. Ну а победителем оказалась игра Overwatch. Я бы на первое место поставил конечно же Battlefield 1. На второе Doom. Хотя если убрать мою любовь к батле, думаю Doom максимально сильно заслуживает первое место. Ведь черт возьми, это же бляха классический шутер. Когда-то именно с него вообще зародился жанр шутеров. И именно тот Doom 2016 года он просто произвел какую-то невероятную геймплейную революцию. Так что он однозначно заслуживает первое место. Но к сожалению, как я уже сказал ранее, жизнь несправедлива. Ну и в общем, на третье место я бы дальше поставил Колду, а на четвертое Titanfall 2. Это были просто мастодонты, настоящие лидеры 2016 года, которые вызвали шквал положительных эмоций. Но жизнь несправедлива. Своего лидера пишите в комментариях. Но тут, думаю очевидно, несмотря на господство в 2017 году королевских битв, победу совершенно заслуженно одержал потрясающий шутер Wolfenstein 2 The New Colossus. Я с этим полностью согласен, так что мне тут и добавить нечего. Он достоин. Претендентов на самом деле мало. Мою любовь к батле вы знаете, так что я бы лучшим шутером назвал батлу. Ну а вообще лучший шутер 2018 года это однозначно Red Dead Redemption 2. Там полноценный режим от первого лица имеется, так что заслуженно. Вот только год назад он был только консольным эксклюзивом. Теперь вышел и на ПК. Так что тут на самом деле спорно. Ну впрочем, своего лидера вы как всегда можете написать в комментариях. Итак, 2019 год. Тут победителя еще нет и его объявят только в декабре. Так что давайте разбираться сами. Претенденты Apex Legends, Metro Exodus, Far Cry New Dawn, Tom Clancy's The Division 2, Rage 2, Wolfenstein Youngblood, Hunt Showdown, Borderlands 3, Gears 5 и Call of Duty Modern Warfare. Да уж, этот год действительно выдался самым жарким. И это точно, пожалуй, лучший год на хорошие шутеры за последние десятилетия. Metro Exodus получился настолько шедевральной игрой, сюжет которой в конце заставил меня просто плакать. Я бы с удовольствием отдал бы ему первое место. Но еще в этом году вышла Apex Legends, которая перевернула с ног на голову весь жанр королевских битв. Вернулась легендарная франшиза Borderlands 3, которая по праву всегда зарабатывала звание лучшего шутера. И третья часть тоже этого звания как бы полностью заслуживает. Rage 2 тоже нужно упомянуть, потому что эта игра показала просто высший геймплейный класс. Другие игры тоже достойны. Ну и в конце концов Call of Duty Modern Warfare, которая в этом году просто рвет все шаблоны и покоряет мир. Я бы в этом году звание лучшего шутера отдал бы именно колде. А кого бы выбрали вы, ну пишите об этом в комментариях. А на этом, пожалуй, все. 10 лучших шутеров отобраны. Еще, конечно, можно было бы обсудить 2020 год, но еще все впереди. Так что ставьте этому видосику лайк, оставляйте комменты, подписывайтесь на канал и бейте в колокол. Всем удачи, друзья, и всем пока.